Доброго времени суток! Давайте посмотрим Славянск. Я не могу всё найти сразу, не выдаёт интернет более конкретные какие-то познавательные знаки. Так, давайте посмотрим микрорайоны Артёма, в частности, Наградный переулок. Микрорайон Лесной. И район ЖД вокзала. Микрорайон Артёма. На данный момент, именно на данный момент, люди просто наблюдают за происходящими событиями. Не сел их что-то изменить, просто наблюдают. Лесной, там у вас как-то жарко. Но я надеюсь, что прилётов нет, скорее всего, тусуются ВСУ. И район ЖД вокзала. Пока там благополучно. Я смотрю, основное это именно жилые дома, которые находятся недалеко от ЖД вокзала. Как развиваются события микрорайон Артёма и переулок Виноградный. Микрорайон Лесной. И район ЖД вокзала. Артёма, ну, пока вот положение такое более или менее устойчивое, когда серьёзных таких прилётов нет. Ну, во всяком случае, я надеюсь, предпринимают, возможно, и все усилия для того, чтобы всё-таки сохранить целостность микрорайона. Ну и пока это получается. То есть люди больше, так скажем, положительных всё-таки эмоций испытывают. Решают все вопросы для своей безопасности, в первую очередь. Ну и стараются, видимо, что-то сделать для того, чтобы всё-таки сохранить и дома. Так, переулок Виноградный. Очень много страхов. И очень много, на самом деле, неизбыточных каких-то надежд. Не знаю, кто на что надеется, но боевые действия, есть боевые действия. Тут нужно чётко мыслить, а не витать в облаках. Микрорайон Лесной. Ну, много людей уже переживает, хотя пока ещё в основном жизнь всё-таки идёт уже, ну, по-старому, как вот сложилось тут. Пусть это будет даже не так давно сложилось, но оно вот идёт пока так. Ваш район прикрывают. Стараются, во всяком случае, прикрыть. Ведьмочка или Ведьмак. Так, район ЖД вокзала. Ну, там вот пока всё вот устойчиво. Хотя понимают ситуацию, но стараются, видимо, с ВСУ каким-то образом договариваться, чтобы там было всё сохранено. Максимально было положительно. Не было никаких серьёзных эксцессов. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в Славянске. До 15 сентября возьмём запасы. Время бежит с невероятной скоростью, поэтому дадим время для развития событий. Переволок Виноградный, лесной. И Жадево-Рокзала. Микрорайон Артёма. Ну, у вас будет складываться всё, в общем-то, довольно-таки благоприятно. Время... Ситуация будет на вашей стороне. Высшие силы, как бы, прикрывают. Хотя... Работать придётся над тем, всё-таки, чтобы сохранить ваш район. Нельзя сидеть, сложа руки и ждать, что всё пролетит мимо. Нужно себя тоже берегать. Как говорится, на бог надейся, сам не плашай. Переволок Виноградный. Будьте аккуратны, потому что вполне возможно, что в это время вам придётся какие-то отстаивать свои интересы, свои границы, которые могут нарушать. Это могут быть какие-то обманы или кражи. Вот, вроде бы, как говорится, кому-то война, а кому-то мать родна. Лесной. Ну, ребята, ведьмочка, видимо, будет хорошо работать, потому что максимально будет сохранён ваш микрорайон. Всё плохое. Период плохой, вот этот вот тяжёлый, он подходит к концу, и он вскоре завершится, начнётся уже и так, когда и восстановление, и уже развитие новой жизни. Так. ЖД вокзал. Возможен всё-таки прилёт, но события будут развиваться очень быстро для вашего района, и в результате победа будет за ДНР. Красный флаг побеждает. Не важно, что там на нём нарисовано, главное, мы смотрим, что это красный флаг, флаг победы. И карта говорит о победе. Хотя она может быть непростой, но при этом... Так, как будут складываться дела для союзной армии? До 15 сентября в районе, вот, Славянска, в этих вот районах. Так. Микрорайон Артёма, в частности, Переулок Виноградный, Лесной, и ЖД вокзал. Так, Артёма. Ну, события будут развиваться быстро, стремительно, чётко, теленаправленно. Хотя придётся какие-то планы по ходу действия перестраивать. Что-то придётся менять, но это будет только на пользу. Привлекать какие-то новые силы будут, и, соответственно, их направлять. Переулок Виноградный. Ну, что я могу вам сказать? Что ребята там отработают мастерски в вашем микрорайоне, ну, в районе вашего переулка, и он будет максимально сохранен. Дома максимально будут сохранены. Лесной. Много неожиданных будет моментов, когда думали, что это одно, оказалось совершенно другое, и гораздо круче. Вполне возможно, что подразделения ВСУ будут уходить. Ой, я перепутала тут. Извините, но ничего, сейчас для союзной армии, потом для ВСУ. Скорее всего, ВСУ будут уходить из вашего района. А, то самое. Но будут погибшим. Так, ЖД вокзал. Будет много, скорее всего, использоваться дронов, которые будут находить цель, куда будет конкретно наноситься удар. А так, вполне возможно, что будут более-таки контактные бои уличные. Я имею в виду без танков бои и стрелкового оружия. А то меня тут пытались поймать. Но у союзной армии, у подразделения, будут сложности со снабжением. И как в результате это все закончится? Ну, все эти районы уйдут под контроль. ДНР. Дальше даже не буду раскладывать, не имеет смысла. Так, как будут складываться дела для ВСУ в этих районах Славянска? Так, Артема. Случайно изменила порядок. Ну, ладно. Переулок Виноградный, лесной парамикрорайон и ЖД вокзал. Так, Артема. Вполне возможно, что по ВСУ, которые будут находиться у вас, может быть прилет. Поэтому будьте очень внимательны и аккуратны. постарайтесь от ВСУшников держаться подальше. В любом случае лучше держаться от них подальше. Будут планировать что-то, продумывать какие-то свои планы, скорее всего, связанные с тем, чтобы максимально сохранить собственные жизни. Что для этого нужно предпринять? Переулок Виноградный. Там ВСУ будут собираться, где-то объединяться. Не знаю, что у вас там. Ну, может быть, в Виноградниках или еще где-то там, что у вас там есть такое, где они могут находиться. Но, скорее всего, что они останутся без командования. Лесной. Очень будет серьезный стоять выбор, когда они не будут понимать, что вообще предпринять, что выбрать. Тоже будут пересматривать какие-то ранее составленные планы, потому что они срабатывать не будут. Вполне возможно, что им будет предложено варианты сдачи оружия. ЖД вокзал. Будет очень много пропаганды, но сохранить собственные жизни вопрос этот будет стоять на первом месте. И, скорее всего, что они из этого района уйдут. А так, в Славянске все, что планировали в ВСУ, ничего не получится. Планом не суждено исполниться. Это будет эфемерное все. Зато будет очень-очень страшно. Вот, пожалуйста, планы будут просто рушиться в никуда. А командование слиняет. А оставшимся придется придумывать, что же им предпринимать. Скорее всего, все-таки кто-то уйдет, а кто-то выберет вариант сдаться, потому что это наиболее безопасно и спокойно. Лучше присоединиться ко всем этим. Ну, а кто-то, может быть, придумает что-то новое. Но они очень будут привязаны к дорогам и железнодорожным, и автомобильным. По этим дорогам могут наноситься удары, поэтому постарайтесь держаться как можно дальше от них. В результате они будут уходить из города в большей своей части. Но уйдут единицы. Вполне возможно, что будет приказ об отступлении, потому что полностью в районе Славянска подразделения будут связаны по рукам и ногам. Но сопротивляться будут. Хотя обеспечение у них будет очень недостаточные его будут, во всяком случае. И кто-то уйдет, а кто-то просто сложит оружие. Какие будут опасности для жителей Славянска и города Славянска до 15 сентября? Ну, во всяком случае, до окончания боевых действий, настоящих боевых действий в районе вашего города. В основном все боевые действия будут происходить за пределами города. Ну, как бы вокруг, вот в полях. В городе более-менее, насколько это возможно, будет спокойно. Придется выбирать, как лучше действовать, чтобы сохранить собственные жизни, чтобы сложилось максимально все хорошо. То есть, жителям придется выбирать. Ну, где-то пересидеть, переждать, а не выскакивать на улицу. Лучше подождать, пока зайдут ребята и скажут ДНР, Россия, Ахмат и так далее. И есть опасность пожаров. Для многих будет непонятно, что происходит и что вообще впереди ждет. Ну, это тоже нормально. Возможно, по городу прилетаем, но не очень серьезные. Но при этом берегите всех своих родных и близких, у кого заболевания сердечно-сосудистой системы. И события будут развиваться очень быстро и скоро. Так, что возможно в городе 23 и 24 августа. Какие возможны события в городе? 23 и 24 августа. Вполне возможно, что начнется новое наступление. Ну, в смысле, наступление городу. Новые какие-то известия, новые события и очень-очень много работы будет. Ну да, скорее всего в это время, где-то вот в это время может начаться наступление союзной армии в сторону Славянска. Более такое серьезное. То есть к самому Славянску. Да, скорее всего, что так и будет. Планы есть. И для Славянска закончится наконец вот этот этап негативные ожидания и впереди хорошие. То есть цикл закончится для города. Будут новые планы строиться. Так что я не утверждаю ни в коем случае. Я смотрю по картам. Но вполне возможно, что в эти дни плюс-минус начнется наступление союзной армии на Славянск. Так что вот такой расклад получился для города Славянск, микрорайона Артема, в частности переулок Виноградный, лесной микрорайон и район ЖД вокзала. Желаю вам всем, чтобы это все как можно быстрее закончилось и началась мирная жизнь. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч.